Здравствуйте! Сегодня я вам докладываю о результатах посадки аустомы в банку двумя различными способами. Один способ у нас был в кипяток, другой способ обычный, так как я сажала землянику. Ссылку я в комментариях дам, можете посмотреть. Итак, в кипяток. Семена аустомы я использовала одного и того же производителя. Грунт везде был одинаковый, температура прорастания семян одинаковые. Все они стояли на цвету на одном и том же подоконнике. Итак, результат. Первый я вам показываю очень такой, первый я вам показываю такой очень сейчас известный способ. Все о нем много говорят, много рассуждают и вот результат. Кипяток. Вот я себе даже подписал кипяток. Внимание! Прошло два дня. Два. Я знаю, что вы скажете, для аустомы это вообще не срок и результат пока еще рано делать какие-то выводы, но тем не менее я делаю сравнительный анализ между двух банок. Итак, два дня. Я не вижу никаких даже предпосылок о том, что семена начнут прорастать. То есть, благодаря тому, когда я взвела кипятком, оболочка с них смылась, скорее всего, и я их вообще даже не наблюдаю здесь. То есть, я вот знаю, где они тут лежат, так вот теоретически, но семян я вообще не вижу. И намеков на то, что они собираются набухнуть и пустить какой-то отчетчик крышка, я не вижу. Это кипяток. Второй способ. Обычный. То есть, я рассыпала семена по верху, слегка их увлажнила и поставила на подоконник. То есть, они прорастают на свету. Результат. То есть, семена все набухли, приподнялись. То есть, я понимаю, что там начинает сформироваться корешок. То есть, они все выпуклые. То есть, видно, что процесс идет в нужном направлении. Во-первых, они все увеличились в размерах. То есть, те, кто сажает его в стол, они знают, что семена настолько мелкие. То здесь вот их даже визуально видно, что они набухли. Так что, вот вам прям вот результат налицо. Смотрите сами. В дальнейшем я буду показывать, как она будет развиваться. Потому что все прекрасно знают, что иустома это очень тяжелое растение, которое очень тяжело вырастить, тяжело прорастить. Поэтому оставайтесь с нами, следите за нашими новостями. Я буду показывать, как дальше за ней ухаживать, как она будет расти, развиваться. Ну и, конечно, эту банку я тоже пока оставлю. Будем надеяться, что, может быть, там может быть, может быть, что-то все-таки прорастет. Поэтому следите за нашими новостями. Оставайтесь с нами. Всем пока!